Слушайте доктора И снова в гостях у нас Елена Васильевна Шешегова, заведующая женской консультацией Кировской городской больницы номер 2. Алексей Геннадьевич, лидер, зав. гинекологическим отделением стационара Кировской городской клинической больницы номер 2. И Ольга Аркадьевна Полуэктова, заведующая родильным отделением Кировской городской больницы номер 2. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, мы знаем о том, что репродуктивное здоровье это очень важная составляющая, тем более, ну, озвучим опять все же самые цифры, за год у нас рождается чуть более 16 тысяч детей, да, и, в общем-то, пока еще, к сожалению, в нашем регионе у нас смертность превышает рождаемость. Я вот смотрел, опять же, официальные данные, по май месяц включительно в нашем регионе родилось где-то около 6,5 тысяч детей, да, по май включительно. Так или иначе, у нас начинают преобладать дети, которые, в общем-то, рождены уже вторыми и третьими, да, то есть, получается, мы об этом уже обсуждали, что женщины рожают второго и третьего ребенка, и, наверное, это основное количество детей за счет, то есть, женщин, да, повторно родящих, за счет которых мы можем ожидать, ну, скажем так, выравнивания демографической ситуации. И достаточно много вопросов, а здоровье нужно хранить с молоду, да, и, в общем-то, когда все-таки родителям, когда молодой девушке нужно задуматься о том, что вот оценить свое репродуктивное состояние и планомерно, ну, скажем так, проводить профилактику, да, и заботиться о нем. Это Елене Васильевне, наверное, шишеговый вопрос. Да, наверное. Конечно, с очень раннего возраста девочка должна бы уже прийти к детскому гинекологу, и здесь ответственность ложится, конечно, на ее маму, то есть, мама должна наблюдать девочку. Детский гинеколог смотрит развитие, потом становление, половое развитие, и уже переходя во взрослую сеть с 18 лет, конечно, уже знакомство с своим участвором. То есть, родители должны знать, что есть специальность детских гинекологов, да, начнем с этого, потому что у всех ассоциаций, наверное, гинеколог – это такая взрослая профессия, и приходить к нему надо не раньше, чем… Чем забеременеешь. Чем, да, вот даже после этого. Может, да, это очень ужасно. Все-таки, да, с какого возраста, вы считаете, надо приходить и получать консультацию специалистов? В нашей Нововятской больнице есть детский гинеколог, подростковый, очень хороший, толковый доктор, и об этом, конечно, мало кто знает. И такое установившееся мнение, что да, это только надо уже ко взрослому, и взрослой приходить девочке. Ну, вот это надо немножечко менять в нашей сейчас жизни. И мама, знакомя свою доченьку с детским гинекологом, уже ее настраивает. Доктор подскажет, как запланировать беременность. Вы подождите, Елена Васильевна, какая беременность в 12 лет, например, или в 11? Нет, переходя уже… Девочку-то, наверное, уже нужно вести, мне кажется, да? Нет, переходя уже в взрослую сеть. Просто я вас предупреждаю, когда вот мы восприждаем какие-то темы, Светлана как студент, она сразу читает и ставит диагноз себе. Она молодая мама. Да. Поэтому вы так-то аккуратнее. Да, моей дочери 10,5 лет. И уже, мне кажется, в этом возрасте, как минимум, мальчики и девочки должны получить первую какую-то консультацию. Так ведь, наверное? Скажите, вот в этом возрасте какие заболевания, состояния надо исключить, вот как вы считаете? Вот почему нужно обращаться, что нужно знать в этом, и что определить нужно в этом возрасте, да? Что можно ещё сделать для того, чтобы сохранить репродуктивную функцию, скажем, поправить здоровье? Самый главный здесь, наверное, будет вопрос, это правильность физического развития и полового. То есть, всё по срокам должно соответствовать, и половой развитие, становление девочки, если оно всё укладывается в возрастные нормы, нет, главное, отставание, ну и, конечно, нет отставания в развитии, это самое, наверное, важное. Ну, дефектов развития, конечно, надо об этом говорить, да. И это всё может в женской консультации детский гинеколог определить? Да, это всё детский гинеколог может, конечно же, поставить диагноз. Ну, вот скажите, вот наверняка детский гинеколог, ну, это такая, как у нас говорят, штучная специальность, да? Наверняка, я так понимаю, есть детская областная больница, но в крупных городских больницах, ну, наверняка, не везде. Вот как вам удалось заполучить такого, и с чего всё начиналось, так говорится? Так у вас специалисты. Специалисты этот очень нужный и очень важный. Я думаю, что это благодаря нашему главному врачу происходит развитие нашей многопрофильной больницы, потому что у нас практически есть все специалисты. Это уже, как бы, несколько, может быть, не к этому вопросу, но у нас есть очень много специалистов, которыми мы потом и обращаемся, гинекологи к другим специальностям, в том числе по заболеваниям и развитию девушки. Мы просто знаем, что в наше время привлечь кадры, я это знаю по себе, да, для того, чтобы кадры привлечь, их побучить, ну, скажем так, сохранить на рабочем месте для этого, ну, руководители учреждения здравоохранения приходится работать. Да, я еще напомню о нашей встрече с Ольгой Аркадьевной в программе, как раз, когда мы говорили про врачей и про семейное такое отношение к своим пациентам. Вы помните, мы когда говорили о том, что приходят целыми семьями уже после того, как родили ребенка, для них устраиваются праздники и снова, и снова. То есть вот такая преемственность обеспечивается, в том числе и наличием таких узких и редких специалистов, как детский гинеколог. А так девочка пришла, мама заботливая оказалась, слава Богу. Мама, будьте внимательны, правда, к своим дочерям. Позаботились. Вот она уже в том возрасте, там, и в том состоянии уже девушка, когда она планирует беременность. Здесь на что нужно обратить внимание и кому идти? Конечно, каждая беременность должна быть запланированной. Это очень важно для развития и закладки будущего. Человечка нового. Поэтому на этапе планирования мама или это уже девушка, взрослая женщина приходит к доктору, и они обговаривают все вопросы. То есть это прием фалатов перед беременностью. Если есть какие-то заболевания хронические, сейчас их, к сожалению, многовато, то это нужно обязательно все скорректировать, дообследовать, назначить лечение. Вы говорите, к сожалению, многовато увеличилось количество хронических заболеваний у молодых женщин? Да, да. К сожалению, увеличилось, поэтому нужно обратиться обязательно в порядок. Поэтому, опять же, вот наша многопрофильная больница, она позволяет нам проконсультировать девушку. А за какое время нужно обращаться за консультацией? Ну, в идеале, месяца за три, за шесть. Хотя бы за три. Ну, это уже, наверное, да, предельный срок, если мы говорим о планировании беременности. Как реализуется право женщины на выбор ЛПУ у Вас? Могут ли записаться по электронной регистратуре? Конечно, мы работаем по приказу 323-му и соблюдаем его. Естественно, женщина может записаться к нам по электронной регистратуре. Согласие врача учитывается здесь, конечно. Но никогда еще никому, в принципе, мы не отказывали. Гинекологические пациенты – это участковый принцип работы, а беременные, они более имеют такие широкие возможности, могут выбрать врача не по месту жительства, а вообще с другого ЛПУ, учреждения наблюдаться. А из другого региона? Из другого региона, если женщина проживает у нас. Из любого города, из любого региона могут обратиться к вам. Да, мы никогда не отказываем. И вот хотелось бы еще, чтобы Вы, как заведующая женской консультации, сказали, какой спектр специалистов представлен у Вас в поликлинике. В свете беременности, да? В свете обследования женщин, да? Да. У нас практически все узкие специалисты есть, но называть их по специалистам… И десятки? Нет, их называть по специалистам, да? Конечно, да. Конечно, десятки, чем меньше. Я же не знаю. Мне казалось, что их не было так много. Вы сейчас когда говорите… Это, естественно, терапевт наш, который, наш терапевт, почему я говорю, который смотрит наших беременных. То есть это специальное обучение было у этого доктора. Она все знает, все тонкости и нюансы. Вот это очень важно. Такие специалисты тоже есть не у всех. Это вот общее состояние здоровья и разные там хронические заболевания, в том числе, о которых Вы говорили. Да, да, да. Врач-эндокринолог, лорокулист, хирург, инфекционист. Но самое еще у нас очень важное и самое главное, то, что у нас в больнице есть свое отделение гинекологическое и свое родильное отделение патологии беременности, где мы можем договориться, положить женщину, пообследовать, понаблюдать, полечить. Елена Васильевна, а вот я, когда готовился немножко передачи, вот думал, да, беременность, ну, понятно, что надо планировать. И все, что запланировано, оно проходит, так скажем, достаточно гладко, планомерно, но это не всегда так. И понятно, когда женщина планирует беременность, она консультируется, она вовремя приходит, встает на учет. А если беременность незапланированная, вот когда все-таки в этом случае, в случае выбора вашей консультации, когда нужно приходить и вставать на учет к вам? В каком сроке беременности? На учет, конечно, желательно вставать как можно раньше, как женщина только узнала о беременности. Сразу приходить и вставать на учет. Вот если это будет в большом сроке уже, ну, пусть это будет в большом сроке, то есть в любом, в любом. Чем быстрее женщина раньше придет, тем больше мы ее обследуем и все скорректируем. Почему я поднял тему незапланированных беременностей? Потому что когда беременность запланирована, ребенок, естественно, долгожданный и желанный, мы знаем об этом. А когда, в общем-то, она незапланирована, здесь возникает вопрос, к сожалению, и мы, и вам приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда убеждать женщин о том, что, в общем-то, ребенка нужно оставлять. И мы знаем, что наше законодательство для этого, в общем-то, делает максимум и не всегда возможно прервать беременность. Вот как часто такие женщины у вас, к вам обращаются, которые, ну, мы знаем, что вот раньше статистика, я сейчас не владею цифрами, вы наверняка знаете лучше меня, что фактически количество абортов совпадало с количеством рожденных детей. Сейчас, конечно, ситуация, насколько я знаю, переломилась, да, теперь в два раза меньше количество абортов, но, тем не менее, это колоссальное количество, вы можете представить, если 16, больше 16 тысяч рожденных детей, 17 тысяч, по-моему, это 13-й год, да, 14-й год, то половина абортов – это огромный резерв, да. И здесь есть с чем бороться, и 8 тысяч – это просто запредельное число. Вот в этой ситуации, скажите, как вы поступаете? Конечно же, всякие случаи жизненные бывают, ситуации, но, опять же, для этого, как вы правильно говорите, государство очень много делает, и направили, работают у нас сейчас специалисты и центров материнства, святость материнства, и социальные психологи. То есть вам помогают и некоммерческие организации, да? Да, наш социальный психолог у нас есть, юристы, наш тоже юрист работает. До какого возраста вот женщина еще может прервать беременность? До какого срока? До какого срока, да. Но сейчас срок – это только 12 недель. Выше этого срока не прерываются беременности. Дальше. Только медицинские показания существуют. Медицинские показания. Медицинские показания, да. То есть сейчас очень жестко. Очень жестко. Ограничено. Очень ограничено. Причем сразу, насколько понимают, пока женщина, когда приходит, ей дается так время, скажем так, подумать. 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 Он не прерывается, да, и с ней работают социальные работники, да? Да, да. Ну и сколько удается примерно вот женщин все-таки переубедить? Вы знаете, удается. Это действенно? Удается, да, действенно. Потому что доктор на приеме работает, рассказывает все. Направляются вот к психологу, к социальному работнику. То есть это тоже очень важная работа, да? И у вас есть такие специалисты, наверняка это люди, которые, ну, скажем, сохраняют беременность, да, и, в общем-то, каким-то образом влияют на дальнейшую судьбу и женщины, естественно, географическую ситуацию в целом. Ну, понятно, что не всех получается убедить, и часть женщин, к сожалению, вправе, и они принимают решение не сохранить ребенка. Как в этой ситуации тогда поступить? Ну, опять же, регламентированы наши действия законом, если женщина уже настроена на прерывание беременности. И здесь нужно сделать, понятно, что многие, наверное, объясняют, что вот сейчас я не готова, но потом я, я, естественно, я буду мамой, я хочу иметь детей, но сейчас какие-то жизненные обстоятельства. И здесь, опять же, вопрос стоит, ну, скажем так, сделать, ну, будем говорить, как есть, сделать это профессионально и сохранить репродуктивную функцию. И, к сожалению, приходится выбирать, ну, скажем так, оптимальный метод в любом случае. Я думаю, что Алексей Геннадьевич, может быть, ответит, заведующий гинекологическим отделением стационара, потому что делается это в стационарных условиях. Ну, вот я бы сразу, знаете, что хотел сказать. Алексею Геннадьевичу мы как-то подошли, а он хирург, прежде всего, да, а я за коллег горой стою, поэтому, если бы мне сказали, это как, знаете, мне вопрос, вы занимаетесь ампутациями, если надо, да, в общем-то, хирург – это человек, который сохраняет, восстанавливает, но в том числе отделение занимается ещё и этим, не основной, но тоже нужной работой, потому что я знаю, горбольница номер два – это больница, которая, она обладает хорошим, значит, хирургическим коллективом, квалифицированным, ну, в том числе, мы просто так узко обсуждаем эту тему, ну, вот в стенах этого отделения приходится и проводить вот эти вот, назовём так, мероприятия. Вам слово. Ну, в данном случае, то есть, процедура эта может, конечно, проводиться и в амбулаторных условиях, всё также у нас, естественно, регламентировано нашим любимым приказом, вот, и в определённые сроки мы, конечно, можем пройти, проделать эту процедуру менее травматичной и менее болезненной, это так называемый медикаментозный аборт, ну, в условиях определённого срока. До 12 недель? Нет, до 64 дней. До 64 дней? Да, всё, что выше, уже, естественно, попадает под медицинский аборт, под хирургический, что проделывается, естественно, в условиях стационара. Да, Алексей Геннадьевич, многие девушки молодые думают, что как хорошо есть медикаментозный аборт, наверное, я приняла таблетку и пошла дальше на дискотеку, так ли это всё? Всё существенно сложнее и, как это, скажем, пользуясь возможностью, конечно, хотелось бы ещё раз напомнить нашим женщинам, что аборт – это не рутинная процедура, очень серьёзная операция, которая может понести за собой массу негативных и необратимых последствий. Поэтому даже медикаментозный аборт – это определённые правила приёма препаратов. И только под надзором врача. Под надзором врача и определённые сроки посещения специалиста, которые, естественно, и наблюдают этапы прохождения этой процедуры. Там ведь задействовано несколько специалистов, правильно? Почему? Там процедура делается в несколько приёмов и, соответственно, в несколько приёмов препаратов. То есть, в данном случае я уж инструкцию зачитывать не буду, но процедура не простая, не приём одной таблеточки, которая облегчает женщине всю её жизнь. Поэтому лучше перед этим хорошо подумать. Да. Ну, я, насколько понимаю, сейчас действительно женщин заставляют даже подумать как следует. Потому что, слава богу, у нас в регионе вот эта вот служба психологической помощи за последние, как минимум, 10 лет, она просто шагнула очень далеко вперёд. Но, тем не менее, как Вы правильно сказали, Дмитрий Александрович, есть выбор. И женщина вправе решать. И если она решила, она должна воспользоваться высококвалифицированной медицинской помощью. Когда приходится делать оперативные вмешательства? Аборт более сложные. Ну, это уже сроки свыше 8 недель и до 12. Там уже процедура делается в условиях стационара. Но, тем не менее, процедура не исключает очень высокие риски, которые несут за собой как непосредственное осложнение процедуры, так и отсроченной. То есть, к непосредственному осложнению мы можем отнести как различные травмы, воспалительные острые процессы, вплоть до перитонитов, которые могут привести вообще потери андитородных органов. Но, что касаемо отсроченных осложнений, это хронические воспаления, бесплодие. Рак груди, например. Ну, различные опухолевые процессы, вплоть даже до нарушения, то есть, осложнений со стороны течения возможной будущей беременности, так и родов. Поэтому, подводя ремарку, аборт – это очень плохо. Бывает такое, что женщина в последний момент, вот она уже все решилась, она все запланирована, прошла все консультации в последний момент, вы смотрите ей в глаза, говорите… Да, бывает. И буквально-таки на днях у нас такой случай был, когда женщина буквально-таки непосредственно перед самой процедурой передумала и счастливая забрала документы, ушла домой. Кроме того, что отделением приходится заниматься абортами, ну, в общем-то, не только медикаментозными, но и хирургическими абортами, я знаю, что отделение активно занимается и осваивает другие технологии. Вот расскажите, чем вы еще занимаетесь? Ну, мы стараемся максимально расширить спектр оперативных вмешательств, тем самым стараясь помочь максимально… Малоинвазивные вмешательства сейчас достаточно актуально. Количество пациентов, да, с различной нозологией. Ну и, естественно, да, с подачи нашего руководителя. Внедряем как лапароскопические, так и гистероскопические операции с различной нозологией. То есть это и операции на придатках, на матке, то есть включая и полипы тела матки. Ну, то есть, в общем-то, грубо говоря, различную нозологию, то есть пациентов с различной патологией. То есть малоинвазивные операции направлены на сокращение срока нахождения пациента в больнице? Ну, как на сокращение срока нахождения пациента, да, так и на уменьшение, да, именно все правильно. Сколько таких операций в год вы делаете в среднем? Ну, на данный момент, если от начала года считать, то скопических операций у нас сделано, наверное, 30 лапароскопий и около 70 гистероскопических операций. Женщины все знают о том, что существуют такие способы решения ситуации? Или идут и думают, что самое страшное сейчас будет, разрежут везде? Нет, женщины изначально настраиваются на эту операцию, как бы более активно мы только с этого года начинаем внедрять эту процедуру, поэтому, возможно, не все еще знают, что у нас есть такие возможности. Расскажите, вот буквально в двух словах опишите, это делается, что значит малоинвазивно? То есть процедура делается не вскрывая брюшную полость, а делается через маленькие проколы инструментами. Маленькие проколы инструментами, и там внутри… Да, под контролем видеоаппаратуры инструментами делается операция. То есть даже внешне женщина не страдает никак после этой операции практически? Практически. Практически. Если у женщины возникает, ну, любой вопрос по поводу ее женского здоровья, она куда обращается? В стационар или в женскую консультацию? В женскую консультацию. В учет женскую консультацию, да. Понятно. Вот сейчас Ольгу Аркадьевну непременно нужно подключить. Заведущая родильным отделением 2-й Кировской городской больницы, она у нас уже не первый раз, Ольга Аркадьевна нам рассказывала здесь уже о том, чем занимается в клинике. Были ли отклики после той передачи, которую мы с вами проводили? Да, были отклики, было несколько звонков. Из них два звонка были от мужчин почему-то, и один из них сказал такую фразу, что если бы он был женщиной, то он непременно захотел бы родить в очередной раз. Видимо, вот так проникся этим. Вот раз мне уже вопрос задали, я просто хочу добавить для Елены Васильевны про амбулаторную службу, что жизнь таки некологическая женщина начинается как раз с женской консультации. И придёт ли девочка в консультацию, зависит от семьи. Как мама нашла общий язык с девочкой, насколько они близки, насколько дочь доверяет матери. Мама должна убедить, что надо сходить, вовремя прийти, показать. И в идеале девочка-то должна прийти, уже взрослая девушка, должна прийти к гинекологу до начала половой жизни. Пусть без мамы или с мамой, и обсудить, что она вот это планирует, или в браке, или вне брака, тем более. Какие риски, какие осложнения, как предохраняться от беременности, если эта беременность пока не нужна. И если это происходит, то потом и жизнь взрослой женщины идёт гораздо легче, проблем меньше, заболеваний меньше, и абортов, скорее всего, меньше, потому что аборт – это самая безобразная в медицине, что вообще придумали. Если называть бытовым языком, это детоубийство. В любом случае, какой бы срок беременности этого не был, конечно, надо этого избегать. Самое главное для женщины, пусть она состоялась в профессии, пусть у неё всё хорошо и прекрасно, всё равно для неё самое главное в жизни – это дети. Это венец женской судьбы, то есть это то, для чего я судьба предназначила, и женщина должна это родить здорового ребёнка, сама здоровой. Ольга Аркадьевна, здесь бывают разные ситуации, но у меня почему-то есть подозрения, как и хорошая мама, которая приводит вовремя дочку за руку к первому своему гинекологу, так и такая сильная опора не только на мужа, а в случаях экстренных, когда его нет, именно на маму и в семью, это очень важно на самом деле. Поэтому вот когда попадает девушка или женщина в такую ситуацию, которую мы обсуждали, когда она решает сделать аборт, я надеюсь, что вы не обвиняете её в этот момент, правда? Скорее всего, она находится в очень тяжёлом состоянии, в очень тяжёлой ситуации и выхода не видит. Я знаю часто, вот мы же разговариваем здесь не один раз, именно врачи становятся в этот момент её семьёй и поддержкой. Хорошо, если так, но если трудно и не на кого опереться там, вот у себя в семье, в родной, это бывает, конечно, очень тяжело. Поэтому ещё раз, у кого девочки в семье, да и мальчики тоже, нужно ответственность внушать мальчикам с молодых ногтей. Это очень серьёзный... Да, вот сейчас, да? Да, да, да. Да, это подтверждает Алексей Геннадьевич, что мальчикам тоже обязательно. Давайте мы всё-таки о родильном отделении, где случаются счастья, где рождаются дети. Ольга Ракадьевна, расскажите, пожалуйста, о персонале, который работает в вашем родильном отделении. Персонал в основном женский, хотя имеется несколько мужчин, которые работают врачами, акушерами, гинекологами, плюс врачи-анестезиологи, поэтому... А в тело снец, потрясающе. Ну, так сложилось исторически, что всё-таки, начиная с повивальных бабок, акушерство – это всё-таки преимущественно женская специальность. Хотя мужчины в медицине умеют больше, они больше рискуют, они смелее. Это вы знаете, как перебью, почему она улыбается, это как хирургия, мужская специальность, и также мужчины, женщины, хирург. Что она делает здесь? Нет, вот посмотрите, Ольга Аркадьевна рассказывает, что они прогрессивны, смелее. Мужчины, конечно, изначально ведь создавалось так, что медициной занимались, ну, совсем-то давно, изначально занимались мужчины, поэтому у них на генетическом уровне, они же больше опыт имеют, поэтому медициной должны заниматься мужчины. Не важно, кто был бы специалист хороший, как у вас. Что? Самое главное, чтобы это был квалифицированный специалист. Ну да, но вот, к сожалению, в основном-то это всё-таки женщины, конечно, занимаются. По возрасту коллектив разный. Средний возраст, я уже говорила в прошлой передаче, это 35-40 лет, такой хороший золотой возраст, когда человек уже много умеет, но многому может ещё и научиться. Вот, имеются молодые специалисты, самый молодой имеет стаж до 3 лет, самый возрастной 34 года. Акушерки примерно все одного возраста, это молодые довольно акушерки, 30-35 лет, то есть опыт уже имеет хороший, они же начинают работать рано. Коллектив в том составе, в каком он сейчас работает, несколько лет, поэтому друг друга все знают, работают по принципу такой вот сплочённой мультицентровой бригады, где каждый знает свои обязанности, каждый на своём месте и может заменить человека, если какие-то проблемы возникают, ну вот, на любом рабочем месте. Значит, мы работаем... Академия, а сколько детишек вот в год появляется в вашем отделении? Ну, примерно 1200. В среднем. Плюс-минус. Я почему спросил, потому что ведь всё-таки для каждой мамы, для каждого там папы, вот то отделение, то место, где ребёнок появляется на свет, становится, ну, частью семьи, да? И ведь, насколько я понимаю, некоторые отсплачиваются и там переписываются, смотрят, как ребёнок растёт. Ну, то есть вот такие даже человеческие отношения завязываются. Завязываются, конечно, да. Иногда бывают звонки уже по прошествии там месяцев, или несколько лет. Приходят после выписки в гости. Ну, особенно если приходят рожать второго или третьего ребёнка, то есть они приходят конкретно уже в данное учреждение, может быть, к данному врачу или к данному персоналу, потому что видят, что с первым ребёнком всё хорошо, всё удачно, поэтому надеются, что и со вторым будет точно так же. То есть, конечно, этот фактор имеет большое значение. То есть я так понял, с учётом того, что 35-40 лет в среднем возрасте в вашем отделении, да, действительно хороший молодой возраст. Очень хороший, перспективный. Проблем с кадрами-то абсолютно нет, я так понимаю. Проблемы с кадрами есть везде. Ну, в вашем отделении. Нет, и в нашем отделении, конечно, они тоже есть, я же говорю про возраст, а не про то, что в наличии вот персонал в том количестве, в каком бы это возможно было. А вы знаете, я отвечу тут как руководители, когда ко мне приходили тоже заведующие, и говорили, нам бы вот ещё одного доктора. Я говорю, хорошо. Приходит ещё заведующий, вот когда ты их всё усадишь и говоришь, у нас вот такой фонд оплаты труда, мы берём ещё одного специалиста, ну, будем платить, естественно, с учётом действующих реальций. Говорит, не надо, мы будем справляться, и как-то со временем это преломляется, и наоборот, все начинают думать по-другому. Нет, мы лучше, скажем так, будем активнее работать, но получается за себя и за того парня. Поэтому каждый кадровый дефицит. там проблемы со средним персоналом. Ну, вот в прошлой передаче мы как раз, как раз, да, разговаривали со средним медицинским персоналом об их роли, а вот мы говорили о том, что на одного доктора приходится в среднем 2,7 средних медицинских работников, а вот у нас докторов 5,7 тысяч в области, а средних медработников больше 15,5 тысяч, да? Да, главная медсестра Кировской областной больницы Галина Суслопарова рассказывала, что очень тяжелая ситуация со средним персоналом. Вместо 12 необходимых в этом году, которые должны были к ним прийти, пришло 3. Ну, то есть мы понимаем, что... Ну, и надо сказать, что для отдельного отделения это решет. Это еще акушерка должна быть специальность. Да, это отдельная специальность. И медсестра, детская медсестра, то есть это медсестра палаты новорожденных, это тоже отдельная специальность. А ведь смотрите, когда женщины выбирают, у них есть возможность выбора врача, который ее патронирует, насколько я понимаю, или акушерки, которые будут принимать роды. Есть такое сейчас до сих пор? Ну, женщины задают такие вопросы, конечно. Я просто всегда объясняю, что у нас работает бригада из 5 человек, как 2 гинеколога, 2 анестезиолога, детский врач, плюс 2 акушерки и 2 медицинские сестры. То есть вот такая большая бригада. Если она одна рожает в эти сутки или в эти часы, то это вся бригада заниматься только этой женщиной. Если их рожает в раз 3 человека, то все равно у нас достаточное количество. Поэтому еще смысл какой? Еще кого-то где-то отдельно, чтобы около тебя был. И так к женщине постоянно заходит акушерка, это входит в ее обязанности, врач. Там есть манипуляции, выслушать сердцебиение, монитор, то есть спросить жалобы, посмотреть, мы и так надоедаем женщине, скажем так, постоянно около нее. Обычно этого бывает достаточно. Человек сразу успокаивается. Вопрос опять же хочу от всех мужчин задать. В соответствии с действующим законодательством, если мужчина хочет присутствовать на родах, медицинская организация, при собрении ряда условий со стороны, скажем так, папы, обязаны эти условия создать. Я так понимаю, вот эти условия у вас создаются. Я хотел бы спросить, о ваших отношениях к тому, когда папа присутствует на родах. Вообще вот... Да, я говорила, что я не приветствую. Не приветствую. Лично я, да. Мне не поменялось. Я помню, что Ольга Аркадьевна такое говорила. А еще, вот я не помню, задавала я в прошлый раз этот вопрос или нет, но сейчас очень хочется задать. Помните, когда я была беременной, молодой мамой, и там беседовала со знакомыми специалистами, которые заканчивали медучилище по другой специализации, они рассказывали, что, к сожалению, сейчас молодые там акушерки, которые выходят, они ориентированы, не умеют принимать роды, не желают принимать роды, и ориентированы на кесарево. Можно это прозвучить сейчас там от меня, как какое-то страшное или смешное заявление, но такие вещи обсуждаются. Понимаете, что всех сейчас кесарят и на естественные роды не только сами женщины не идут не готовы, но их готовят к тому, что ну зачем ты будешь там страдать, стараться, раз, и ребеночек появился без проблем на свет. А вот я вам возражу, прежде чем нам ответят, это мнение, наверное, не о том, что медицинское сообщество профессиональное теперь больше, скажем, увлекается кесаревым сечением, а я наоборот слышу о том, что многие молодые девушки считают, что вот лучше так под наркозом и безболезненно. Два слуха сейчас с двух сторон. И не хотят, ну скажем так, нормальным, естественным, скажем так, путем, ну или предпочитают другой, скажем, путь, нормальному, естественному пути. На что ориентируете вы своих подчиненных и своих, да, и своих женщин. Ну вот на первый вопрос, а кушерки хотят ли этого? Вот акушерка, хорошая акушерка, она любит принимать роды, именно естественные роды. То есть ей работать в родзале или работать в другом подразделении, отделении. Родзал, это для неё, ну вот просто как праздник. Они работают там все с удовольствием, не отказалась ни одна. Любые роды, как бы длительно они ни шли, как бы женщина себя не вела, сколько бы родов ни было, акушерка любит работать и любит эти роды принимать, потому что у них ведь тоже вот свои профессиональные, профессиональная своя гордость. Она их приняла хорошо, хорошими руками, без такого вот, с минимальным травматизмом. Получился хороший ребёнок, который сразу лёг на грудь матери. Это ведь, акушерке-то тоже очень приятно, поэтому роды как раз они принимать любят. То, что касается оперативных родок, да, по показаниям, конечно, есть для всего свои показания. Естественно, роды предпочтительнее, так задумана природа, и так сложилось веками. Ребёнок должен пройти по родовым путям, должен испытать родовый стресс, чтобы приспособиться к внешним условиям. И поэтому есть даже понятие, например, у кесарево сечения, у планового кесарево сечения, как запланированное кесарево сечение. То есть, если есть возможность, кесарево сечение действительно состоится, но оно состоится тогда, когда у женщины начнутся схватки. То есть, она немножко поражает, и ребёнок этот стресс всё-таки испытает. А потом уже роды закончатся, если есть у него показания. Если показаний нет, ни один врач не будет делать кесарево сечение. Более того, он будет женщину убеждать, что у неё есть условия для самостоятельных родов, что это более физиологично для неё, для её здоровья, для будущего ребёнка. Поэтому только по показаниям. Операция серьёзная, с большой кровопотери, с осложнениями, которые могут быть. И делается она только, если того требует ситуация. Не по желанию женщины. А бывает такое, что психологически не готова рожать женщину? Бывает, да. Если она поступила, вот такая женщина, не готова она к родам, боится родов. Конечно, такое бывает. Не созрела у неё родовая доминанта. Так ведь на то и есть и медицинский персонал. И вот ролик у Шерки тут как раз имеет огромное значение. Как она примет эту женщину, даже как она зайдёт в отделение этой женщины, как её встретят. Первые слова, первое впечатление от персонала, даже то, как персонал одет, как он выглядит, какое выражение у него лица. Мы ведь будем говорить женщине, рассказывать это, что такое роды, что такое схватки. На это же есть время, ведь роды не кончаются за час. Постараемся убедить. Конечно. Слушал бы и слушал Ольгу Архайдовну. Правда? Спасибо. Ну вот время, к сожалению, программа подошло к концу, но это не последняя, уверенно, наша встреча. И думаю, что молодые отцы снова вам позвонят, сейчас будущие отцы. Напоминаю, что мы разговаривали с представителями Кировской городской больницы номер 2, Еленой Шешеговой, заведующей женской консультацией, Алексеем Лидером, заведующей гинекологического отделения стационара и Ольгой Полуэктовой, заведующей родильным отделением. Спасибо, что приходите к нам. Дмитрий Курдюмов. Светлана Занько. Слушайте доктора. Слушайте доктора.